Антикоррупционная служба ГКНБ Установила факт злоупотребления должностным положением из служебного подлога сотрудниками юго-западной таможни Сотрудниками АКС Джалабадской области была задержана грузовая автомашина В которой наряду с товарами народного потребления были обнаружены незадекларированные мобильные телефоны разных моделей Предварительная стоимость которых около 30 миллионов сомов Было установлено, что должностные лица таможенных органов, вступив в преступный сговор с владельцами товара В нарушении законодательства оформили импортируемый товар без досмотра в зоне таможенного контроля По результатам собранных материалов прокуратура южной области возбуждено уголовное дело По признакам преступления предусмотрено статьи 304, 315 и 204 уголовного кодоса Крыльевской республики В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие следственные мероприятия Сотрудниками ГКНБ выявлены факты злоупотребления должностных лиц передвижной механизированные колонны КСИН Установлено, что работникам ПМК незаконно была увеличена зарплата А также выявлены нарушения в проведении государственных закупок на строительно-монтажные работы по строительству исправительных учреждений Предварительный ущерб, нанесенный государству, составил более 2,5 миллионов сомов Также установлено, что ранее задержанный начальник ПМК КСИН за дачу взятки сотруднику ГКНБ имеет двойное гражданство В спецпрокуратуре возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется следствие Первомайский районный суд отложил рассмотрение дела по иску Раимбека Матраимова в отношении Сапара Исакова до 10 мая Такое решение принято в связи с отсутствием ответчиков Государственной таможенной службы и аппарата правительства Адвокат Матраимова попросила судью Алмаза Колубаева затребовать документы, на основании которых ее подопечный был уволен По ее словам, не было проведено служебное расследование и не было представления руководителя ГТС для снятия его с должности Трое сбежавших из изолятора временного содержания города Токмака задержаны, об этом сообщает ГВД Чуйской области Напомним, накануне утром из АВС совершили побег следственно арестованные лица Они скрылись в неизвестном направлении, среди них были ранее судимые По данным милиции, Руслан Юсупахонов был задержан за угон автомашин, Леонид Варанчихин за кражу и Анатолий Порошин за убийство По факту побега возбуждено уголовное дело, сбежавших обнаружили на окраине Токмака в лесопосадке Премьер-министр Мухаммед Халыя Балгазеев провел совещание по подготовке к проведению третьих Всемирных игр кочевников Глава правительства отметил, что проведение таких масштабных мероприятий, как Всемирные игры кочевников Позволит расширить туристический потенциал и Сыкульской области станет эффективной площадкой По продвижению положительного имиджа нашей страны на мировой арене События в политической жизни государства не должны отразиться на качестве проведения третьих Всемирных игр кочевников Каждый государственный орган, представители местных властей должны приложить все усилия для проведения игр на высоком организационном уровне От этого зависит имидж всей страны, подчеркнул Абалгазеев По итогам совещания глава правительства поручил обеспечить целевое расходование бюджетных и спонсорских средств Открытие летнего турсезона посвящается на территории ипподрома города Челпоната 6 мая пройдет международная туристическая выставка-ярмарка «Иссыкуль-АйТиЭф-2018», сообщает Департамент туризма Целью выставки-ярмарки является установление деловых связей между турбизнесом различных стран Привлечение зарубежных туристов для отдыха и оздоровления, а также содействие развитию двусторонних отношений Для участия приглашены руководители и специалисты турагентств дальнего и ближнего зарубежья, иностранные инвесторы, представители отечественных туркомпаний Британское издание Daily Mail составило список лучших мест, до которых еще не добрались толпы семейных туристов В число этих мест вошла и наша страна, Кыргызстан, Узбекистан и Монголию Сейчас посещают путешественники-кочевники Обычный турист может стать одним из них, если готов сойти с протоптанной тропы Кыргызстан пока не тронут туристами, хотя там есть потрясающее разнообразие пейзажей для фотографов, говорится в статье Кроме стран Центральной Азии в список включили такие места, как Берлин, Токио, а также Чили, Аргентина, Южная Корея и другие Сборная Кыргызстана по тяжелой атлетике завоевала путевку на юношеские Олимпийские игры, сообщил вице-президент Федерации тяжелой атлетики Улан Молдудосов По его словам, с 20 по 30 апреля в узбекистанском городе Ургенч прошел юношеский и юниорский чемпионат Азии, где помимо медалей разыгрывались путевки на юношескую Олимпиаду От Кыргызстана выступили 8 спортсменов среди юношей и 2 юниора. Сборная заняла 4 место в командном зачете среди азиатских стран По итогам турнира среди мужских команд на юношеские Олимпийские игры отправятся в Узбекистан, Туркменистан, Индия, Саудовская Аравия, Кыргызстан Летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе Отметим, что на данный момент лицензии от Кыргызстана имеют пловцы Денис Петрашов, Владислав Шулика, мужская сборная по стритболу, фехтовальщик Хасан Будунов и сборная Кыргызстана по тяжелой атлетике Мужская сборная Кыргызстана по стритболу не смогла принять участие в Кубке Азии, который прошел в Китае, об этом сообщила Федерация данного вида спорта Турнир состоялся с 27 апреля по 1 мая в городе Шэньчжэне, сборные отказали в получении китайской визы, отметили в Федерации, добавив, что это не первый случай, когда по этой причине баскетболисты пропускают крупные международные старты Завтра на южных воротах столицы пройдет официальный забег в фан-ран азиатских игр 2018, об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта В забеге в фан-ран на 1000 метров примут участие около 500 детей Фан-ран проводится с 2006 года при поддержке Олимпийского комитета Азии с целью повышения осведомленности и знаний о значимости азиатских игр, массового спорта, выбора здорового образа жизни Аналогичные забеги проходят в 45 странах Азии Напомним, летние азиатские игры 2018 пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии Популярные корейские песни и танцы Несмотря на хмурую погоду, участники фестиваля Кей-Пап танцуют и поют, ведь на кону стоит поездка в Корею, где победивший коллектив в местных отборочных этапах будет представлять Кыргызстан уже на мировой арене конкурсом корейского танца и песни Выступаем первые, команда AJ, для нас это действительно первый опыт, очень интересно Подготовка у нас заняла где-то месяц, да? Примерно месяц, да. Мы готовились усердно. Конечно, пройдем, ребята, вы что? Мы настроены серьезно Для участия в конкурсе было подано 100 с лишним заявок из них. В отборочный этап прошли только 46 конкурсантов А вот выступить со своим номером уже в финале возможность будет только у 18 участников Кстати, поучаствовать в конкурсе мог любой желающий от мала до велика Никаких возрастных ограничений, главное, чтобы конкурсант пел на корейском языке Сегодня проходит первый тур, отборочный, можно сказать, тур на кей-пап-фестиваль в Кыргызстане Финал которого состоится 23 мая 23 мая во дворце спорта 18 лучших ценителей корейской музыки сразятся за звание лучшего и достойного Представлять нашу страну уже на международном фестивале кей-пап Цель самого фестиваля, конечная цель, чтобы выигравшая команда представляла нашу республику, нашу страну на мировом уже кей-пап-фестивале в Корее Отметим, что поп-культура Южной Кореи сегодня является одним из движущих факторов молодежной культуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе С особым акцентом на Китай, Гонконг, Японию, Тайвань и значительную часть Юго-Восточной Азии Руслан Харизов, Колыбек Абду Мамутов, Нью-Ти-Ви 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 Субтитры создавал DimaTorzok